Доброго времени суток дорогие друзья! В июньском или уже даже июльском патче разработчики довольно сильно перебалансили систему стат и построение билдов и как следствие довольно сильно изменили мету, экономику игры, да и в принципе ощущения от игрового процесса. Ну и сегодня я в своей непревзойденно душной манере решил разобрать и проанализировать данные изменения, а также предугадать насколько сильно они скажутся на обычных игроках. Видео будет не быстрым, поговорить есть о чем, так что наберите себе чего-нибудь горяченького вкусненького и приятного просмотра. Итак, в текущей системе снаряжения игроки пытаются подобрать свой билд так, чтобы оружие давало их профильную стату, тело либо профильный стат либо консту, ну а как минимум два предмета бижутерии были на консту. Как итог, игроки могли использовать 2, 3 или даже 4 предмета снаряжения в своих абсолютно различных сборках. Разработчикам, наверное, это не понравилось и они в корне поменяли систему распределения стат и снаряжения. Сейчас каждый предмет снаряжения дает по 26 единиц характеристик, вне зависимости от того, разделены ли они. Начиная со следующего патча, предметы с двумя характеристиками будут давать на 5 очков больше. Вот пример, сейчас 625 2 статовый предмет дает 16 силы и 10 ловкости, а в следующем обновлении он будет давать 21 силы и 10 ловкости. Как итог, за 10 предметов снаряжения у нас будет на 50 статов больше. Теперь получить различные бонусы за 50 и 100 единиц характеристик намного проще и разработчики подкорректировали и их. Перед вами новая таблица бонусов за характеристики. Но в целом, если не вдаваться в подробности, то бонусы за 50 стат можно считать более-менее универсальными и даже играя тем же миликом, иметь бонус за 50 фокуса будет не прям зашкварно. Ну а бонусы за 100 характеристик уже всецело профильные и подойдут они разве что на двухстатовые билды, которые я привык называть гибридами. Тем же, кто играет через один стат, например брузером или чистым магом, будет достаточно заменить 4 предмета характеристик и за 25 дополнительных поинтов разблокировать какой-либо из бонусов. Ну а сейчас отхлебните кофейку, а то я начинаю душнить цифрами и одинаковыми словами. За 8 шмоток по 21 силы и 10 ловкости и 2 пушки по 26 силы и 10 ловкости у нас будет 225 силы и 105 ловкости. Плюс мы имеем 190 свободных стат, 75 из которых бросаем в силу, а остальные в консту. Как итог мы имеем 130 консты, 300 силы, ну и 105 ловкости. Также можно взять 5 предметов например на интеллект, получить 225 силы, 45 ловкости и 45 инты, добить свободными статами и получить 300 силы, 50 инты и ловкости и 110 консты. Сверху подъедаем батоном на статы и получаем заветный перк на ресайленд. Также тем же гибридным сборкам в принципе нет смысла брать 300 силы и намного лучше будет взять 200 силы и 200 ловкости. Там и доджи дешевле и урона больше. В таком случае просто меняем главный стат со второстепенным и у нас будет меньше 200 силы, а остальное добиваем свободными статами. Это был пример на милика, потому как я к такому разбору более привык. Ну а в целом вы можете подставить свои статы и схема все еще будет рабочей. Исключение разве что составляют хилы или танки. Несложно догадаться, что итогом всех этих изменений будет общее увеличение урона у всех классов. Ну и забегая наперед скажу, что также и у оружия будут изменения, которые увеличат урон. Но чем же мы будем защищаться? В целом разработчики не повышали количество резиста у брони или камней, но немного апнули некоторые защитные перки. Например увеличили проценты у фридома, вигара, инвегарейтеда, а также уменьшили кулдаун у ширкинга в бижутерии. Из этого можно отметить лишь то, что если раньше нам необходимо было собирать три фридома для того, чтобы выходить из любого станлока, то теперь будет достаточно двух. Ну и отдельно хочется отметить, что ресайлент и ширкинг фортифай не апали, так что если раньше ресайлент был нужным перком для пвп, то теперь он просто жизненно необходим, так как у всех будет больше шанс и сила крита. Ну и раз уж я вскользь упомянул о бижутерии, то стоит отметить, что очень много перков в кольцах и амулетах апнули в два раза. То есть теперь бежа это действительно что-то важное и каждый ее перк будет влиять на ваш стиль игры. Ну а теперь будет логично поговорить об оружии как о кульминации всех этих изменений. Как я уже говорил ранее, нас ждет не только увеличение количества статов, но и ап некоторых наносящих урон перков. Во-первых, это усиление кинли джагеда, который после фикса был наверное самым слабым перком, триггерящимся критами. Во-вторых, это увеличение урона от чейнов почти на треть. Ну и в-третьих, это просто колоссальное увеличение урона от ширкинга, который тем не менее теперь будет резиститься элементальной защитой. Но, как я уверен многие уже знают, одной из главных фич нового патча является усиление классовых перков, если они взяты в оружии. И независимо от того дает этот перк повышение прямого урона, увеличение длительности дебафов или уменьшение перезарядки, это все равно влияет на конечный дпс персонажа. Перечислять все усиленные перки я не буду, в описании под роликом будет ссылка на пост со всеми изменениями. Что ж, ну а теперь давайте подведем итоги всего вышесказанного и попытаемся проанализировать мету. Первое, что приходит на ум, это то, что если раньше бисовый шмот давал игрокам какое-то преимущество перед обычными смертными, то теперь бисовый шмот будет реально решать. Потому как это и количество крита, и его сила, и усиленные перки, каждый из которых теперь будет действительно заметным. Но не стоит отчаиваться, ведь разработчики упростили получение бисового снаряжения, уменьшив шанс выпадения откровенно мусорных перков в крафте и при дропе с мобов. Первое время резкого спада цен на хорошие вещи ждать не стоит, но когда послепатчевая мета устаканится, бисовые шмотки будут явно дешевле, чем сейчас. Некоторые крафтеры уже ноют на форуме о том, что 20 из 50 вещей получаются если не бисовыми, то очень неплохими. К сожалению, чего-то подобного нельзя сказать об оружии, так как зачастую у оружия есть несколько очень нужных перков, а остальные откровенно мусорные. Разработчики увеличили шансы выпадения перков на крит или рефрешинг мув, но вкупе с этим нам ведь захочется еще и профильный перк взять. Отдельно хочу упомянуть о лайфставах, потому как увеличение шанса выпадения перков на крит им не пошло на пользу. Теперь выролить тот же блесед действительно сложно, и если разработчики ничего с этим не сделают, то за лайфстав с блеседом, рефрешинг мувом и фортифай с аккредом придется продавать квартиру. Но в целом игроки с восторгом восприняли все эти изменения. С увеличением урона легкий сет действительно должен чувствоваться как легкий, а не бессмертный. Игрокам предстоит действительно строить свои билды, исходя предпочтений в оружии и меты, а не скупать или облизываться на бисовые шмотки с аукциона. Да и в принципе теперь нельзя будет настолько безболезненно как раньше сменить класс. Кому-то это может не понравиться, но лично я считаю, что игроки будут больше времени проводить на своем мейне и от этого улучшится общий уровень игры. Но все это, это конечно же мое имхо, и вы можете быть с этим не согласны. А если вам есть что сказать, то напишите в комменты, мне будет интересно почитать. Всем спасибо за просмотр, с вами как всегда был Колд, и увидимся на просторах Этернума.